что творится на улице дождь дождь град и снег шмар 16 июля когда закончится это безобразие кто скажет кто нам скажет что за лето получается в этом году мы вообще без лета холодина постоянные дожди температура падает купаться вообще нереально ни в каких озерах еще обещают вроде понижения там завтра послезавтра уже так завтра у нас что среда послезавтра вроде начнется потепление да в этом году очень холодное лето я даже такого холодное лето 53 я даже такого лета не помню вот за 12 лет здесь проживание в спокине чтобы было такое холодное летом вообще дождей как-то но обычно июль август вообще не было никогда июнь там еще что-то было но это же классно конечно свежо погода классная знаете сейчас одеть так спортивные штанишки курточку взять зонтик и пойти гулять классно но это же лето хочется лето да вот даже моим цветам хочется лето цветы пропадают вообще не знаю в этом году все ну не все знаете так интересно что-то хорошо цвело и давала урожай а что-то у меня пропадает вот эти петуньи умирать раньше росли постоянно цвели все лето до осени это вот все лето они вот так болеют вот этот куст стал пропадать колосок вот эти цветы которые вытекают из горшка вообще в этом году они вообще не растут но зато адама вкус расцвел смотрите какая красота обалдеть Эх, лето, ах, лето. Жарю картошечку. Так, нужно выключить этот вентилятор, а то слишком шумно будет на видео. Никита, ты кушать хочешь? Угу. Сейчас будет картошечка готова, там есть чикен, сосиски есть. Такие сосиски вкусные берем, сейчас, наверное, покажу, да. Короче, я тут каши варю. Сегодня такой день, видите, ну вот, дождь с утра был, такая холодильная, вообще, я говорю, 16 июля, лета нет. Ой, это вообще, не знаю, когда мы нагреемся, но решила для вас заснять вот такое домашнее видео, да. Давно у меня такого не было. Вообще, сама люблю у других такие видео смотреть чисто домашние и знаю, что вам тоже нравится. дома, вот в чем я дома хожу. Сейчас вам покажусь. Так, спрашивали, в чем дома. Вот, у меня вот такой костюмчик, так скажем, пижама. Летняя домашняя пижама, очень удобно, красиво, такие штанишки длинные. Так, конечно, жарко, знаете, вот для сегодняшней погоды само то, потому что сегодня прохладно. Давайте я вам покажу, вообще, чем я тут занимаюсь на кухне. Вообще, я сегодня болею, знаете, у меня с желудком что-то, но что я подумала. Вчера мы съели арбуз, хотя на арбузы здесь такая редкость, чтобы что-то было вообще. Здесь мы арбузы рано покупаем, сезон рано в Америке начинается, и, в принципе, обычно всегда все нормально. Но не знаю, больше ничего такого я вчера не ела. В шесть часов поела арбуз, и все, больше не кушала. В шесть часов вечера, и под утро у меня резко стал болеть желудок, я уже чего только не напилась. И там всякие наши какие-то лекарства. Ну, кстати, у меня нет американского лекарства, надо его купить. Знаете, есть такой пептобисмол розовый, в принципе, он так неплохо помогает. Есть жидкость, есть таблетки. Так, ну это детям я сама не ем картошку, только когда жарю несколько штук, пробую и все. А так вот, ну это вообще редкость, потому что у меня нет желчного пузыря, у меня сразу начинает это место болеть. Смотрите, варю коричневый рис. Так, давайте попробуем. Белый уже сварила, вот так вот его положила, там сливочное масло внутри, а себе отдельно коричневый решила сварить. Что-то я подзабыла о нем, то обычно я его очень часто ем, ела. Потому что это последнее время, знаете, подзабыла. Все белый, на белый перешли. Рис, сейчас я вам покажу, как он называется. Вот такой вот басмати райс. Вкусный очень рис. Еще есть конвершен, что ли называется, тоже такой длинненький желтоватый рис, тоже очень вкусный. Так, наверное, пока я закрою и пускай вот так настаивается рис, потому что коричневый долго варится. Что хотела, знаете, вам показать, да. Вот, браун райс. А это тоже басмати, кстати, органический. Прочитала, мы же никогда не читаем, да, здесь, как варить. И прочитала, что, оказывается, рис нужно вот этот коричневый промыть, само собой, на 15 минут залить водой, добавить масло, и чтобы он просто настоялся. А я сразу всегда начинала варить. Ну, сегодня вот так вот делала, и чтобы, знаете, он будет готов, но он не будет разваренный. А то он обычно у меня всегда разваренный. Вот, что значит читать инструкции. Вроде все знаем, а оказывается ничего не знаем. Так, ну это вот, что такое, сейчас подумайте. Марлечки какие-то, да. Ну, чайный гриб. Вот, у меня живет, растет. Вкуснятина. По-американски называется комбуча. Кстати, вообще, последние годы так распространено в Америке. У них эти комбуча сейчас разных видов. Банками там, коробками продают. Я сама делаю. Сын мой, вот, казалось бы, он американец, да, уже же старший. Любит всю американскую еду. Вот этот мой чайный гриб с удовольствием пьет. Его еще там понадзюдзюкали. Знакомые американцы в спортзале, что они пьют комбуча. И он все время приходит, мама, есть, есть этот квас. Вот, сейчас буду делать. Вот, видите. Это с зеленого чая, он вот такой светлый получается. Вот у меня зеленый чай заварен. А вот, смотрите, а это вот с черного чая сделала. Вот у меня тоже этот классный такой гриб. Это мне знакомо еще в том году его. Ой, слушайте, блин, мне же сейчас картошка сгорит. Вот. Ой, елки-палки. Вот так вот видео, как начнешь снимать, отвлекаешься и все. Ну, вроде нормально все. Я уже отключила, закрываю. Ой, вот так вот. И сдержки блогерства, да, и еда сгорит. И вот, смотрите, вот с черного вот такой квас. Ну, цвет, конечно, красивый, да, получается. И вот интересно, что какой чай добавишь, таким вкусом и будет. Вот он у меня, если так хотите, покажу. Вообще такой толстенький, классный. Зимой же я его почти не делала. Я раз в месяц его просто меняла, мыла, заливала чаем, чтобы он не пропал. Потому что зимой не хочется пить, да. Я думала, пропадет. Нет, вот так вот я сохранила чайный гриб. Здесь все вот такие мои витамины стоят. Вот сюда убрала. Я вам просто хочу показать, как все в реальной жизни у меня обстоит, да. Мне пишут, что у меня чисто, красиво, спасибо. Но, видите, оно же по всякому-то бывает. Сейчас тоже, в принципе, еще все чисто. Шампань мой остался. Еще вот тут вот, ну, чуть-чуть там полбокальчика осталось. Надо как-то допить. Так, что у меня здесь? А, вот эту, смотрите, такую классную еще купила. Не знаю даже, как читается правильно. Целфалон. Наверное, целфалон, потому что по-русски я слышала. Вот эта посуда. Вот у меня такой же ковшик. Еще одна кастрюлька. Я купила вот эта классная тоже. Смотрите, она вот такая вот крышка с резиновой этой. Вообще там вон с разметками эта кастрюлька. Классная. В ней тушить удобно. Плов делать. Вот классно она, типа казанка получается. И что мне понравилось, видите, вот эти выходы, да. Когда обычная кастрюля. Вот сейчас у меня рис варился. У меня вся вода вот вытекла прямо на плиту. А здесь вот так выходит струйкой. Так классно. Так, ну вот рис у меня. Вот таким фильтром я пользуюсь. Надо, кстати, проверить. Уже, может быть, его менять надо. Вот так нажимаешь. Так, ну пока еще зелененькая горит. Фильтр для воды. Слушайте, такая прелесть. Не надо никаких бутылок покупать. Ну, бутылки мы покупаем с собой, если. А вот так для домашнего использования. Что-то люди там мучаются, смотрю. Эти блогеры бутылками воды покупают. Вот этими огромными. Где-то заливают. Я тоже раньше так. Есть вода у нас специальных этих. Продается таких банк. Ну, ее свежую приходишь и в магазине заливаешь свежую. Она вкусная, да. Но это вот тоже самое. Купите фильтр. Пользуйтесь фильтром домашним. Так классно. Ничего не надо. Так, вот у меня тоже вот этот колонка. Кастрюлька. Вот такие вот купила. Эти новые. Вот у меня доска, смотрите. Она бамбуковая. Тоже классная. Вот я ей пользуюсь. И здесь вот такие маты менять. Так вот новые купила. Освежила. Тостер всегда тоже пользуемся. Хлеб американский очень вкусен. Если вы его в тостере будете поджаривать. Он специально, знаете, сделан такой слегка сыроватый. Порезанный. В тостере поджарили. Вкуснятина неимоверная. Так что я вообще люблю американский хлеб. Не знаю, почему многие не любят. Почему-то непонятно. Он очень вкусный. Так, кактусы у меня здесь стоят. Так, вот так вот это все. Вот пока сюда убрала. Вот мой аппарат. Кстати, обещала вам видео заснять про сердце. Но как-нибудь знаете, как соберусь, сниму. Так, вот тут уже надо все разобрать. Ну это вот помыла пока все. Это для этого, для кваса. Чай. Так, а этот... А, это же у меня уже готовый чай. Уже запуталась. Вот смотрите, вот такой фильтр. Вот я принесла. Это скоро буду менять. Слушайте, вот это golden киви. Кто не ел, попробуйте. Такая вкуснятина. Вот так разрезаешь пополам. И ложечкой выедаешь. Так, одно яблоко осталось. Авокадо в этом году. Ну не в этом году. Вот этот завоз ужасный. Тоже это в каско все. Мы сегодня, кстати, поедем в каско сдавать арбуз. Сейчас я вам покажу, вот чем я и отравилась. Это только им я могла. Эти тоже не доставают. Вообще не знаю, что-то каско они стали подводить. Ну, конечно, магазин хороший. Ничего не говорю. Мы всегда туда ходим и будем ходить. Но у них очень часто, видите, так как большими партиями все продается. Много гнилых попадается вот до ягод. И вот так возьмешь их как бы. А я же вам рассказывала недавно, да, что какие проблемы были сдать этот арбуз. Там что-то не прошло вовремя. Короче, она не увидела, что мы купили. Ну, короче, знаете, неприятность была. Сейчас опять поедем опять. Скажем, вот ваш арбуз получайте. Ну, знаете, 6 долларов тоже на дороге, да, не валяются. Сдадим. Можно или новые брать или вообще не брать. Потому что что-то я уже боюсь. Я хотела тут на арбузной. Ну, как я делаю разгрузочные дни на арбузе. Очень классно. Кстати, знаете, 400 грамм уходит. Вот так утром встаешь, взвешиваешься. Классная идет такая как бы разгрузка для организма. Но что-то теперь боюсь пока. Так, это вот укроп. У меня петрушка сушится. У подруги нарвала. Так, орхидейки мои. Вот это уже отцветает. Вот это, которое я вам говорила, 5 месяцев. Да, вот это новая зацвела. Смотрите, еще будет расти. Вот эти нужно мне это пересадить. Выставила сюда. Так, вот так. Вот это вообще тоже такая классная орхидея. Ну, ее нужно тоже уже вниз спустить. Ну, вот остатки моего роскошного праздника 43-го. Ой, слушайте, я вам уже на 10 минут наснимала. Так, вот хотела показать вот эту лампу, которую родители подарили. Эта лампа оказывается, оказывается. Оказывается. Вот, знаете, она стоит и в пределах вот 320 скверофит. Да, как бы она убирает всяких этих летучих насекомых. Так, так как на меня постоянно идет атака всяких мошек там туды-сюды. Вот классно ставить. Прямо на улице можно, но, правда, на электричестве нужно будет шнур. Так, тапочки у меня мокрые. Дождь шел, видите, все намокло. Поставлю сушить. Коврик тоже вот намок. Вот эта собака намокла тоже. Так, ну ничего, смотрите, сейчас солнышко вышло. Так, ну пойдемте, покажу вам арбуз. Уже напоследок арбуз. Не знаю, может быть, еще сегодня поснимаю, но, наверное, уже будет слишком длинный влог. Вот такие два арбуза. Тот большой был, а это таких маленьких два в сетке. Вот видите, белая, весь там вот так быстро пропортился. Мы купили только позавчера. Но такое не должно быть, да, и сразу. Так что поедем сдавать. Да, Рова? Поедем сдавать арбуз? Ровка все подойдет, понюхает его, в окно посмотрит, убежит. Так, скажи, собачья жизнь не проходит. Да, Рова? Так, для чего я рис сварила? Смотрите, готовим вот такую рыбу. Мы реально уже, я не знаю, в течение, но это уже на второй год, каждую неделю покупаем вот такую коробку рыбы. Вот она стоит 21,87. Но там разная цена, в зависимости от веса выходит, да. За LB 10 долларов 99 центов. Смотрите, это салман. Очень вкусно. Вот уже филешка лежит. Вот это базиловая паста, укропчик. Разогреваю духовку. Вот я на 400 градусов. И сейчас мы, смотрите, ставим туда рыбку. И вуаля, такая вкуснятина. Готовлю ровно 18 минут. Ее, главное, нельзя не допечь. И желательно не перепечь, чтобы она была очень мягкой. 18 минут и вкуснятина. Гарнир. Обычно мы любим рис или гречка. Но можно там любые какие-то, не знаю, каши, что хотите. День мусорок. У нас забрали мусор. Что-то интересное. Ага, он почему вышел? Потому что там лежала большая коробка. Я положила большую коробку. И он вытащил ее, забрал. Еще, думаю, заберет. Нет, я ее не в мусорку засунула, а вот так отдельно. Молодец, забрал. Одна что упала мусорка. Кто там Рола? Кто там тебя нервирует? Смотрите, вот рис. Белый и себе я коричневый. Вот эта часть будет моя. Ну, как-то дети особо у нас не едят рис. И рыбу жалко. Но это очень вкусно, полезно. Вот такую вот курицу еще берем. Тоже в том же Каск Киркленд. Вот Киркленд, видите, у них вся компания в их магазине. Киркленд. Поэтому, как бы они собирают, да, хорошие продукты. Но, как уже убедились, видите, ягоды очень часто пропавшие. Так-то сами продукты обычно, я не знаю, вроде все хорошие были. Вот такие вот. Dinner Franks Beef. Каска. Вот такие вот они огромные. Ой, у меня потекло. Потекло не туда, куда надо. Вот такие огромные сосиски. Это для хот-дога. Но их так очень вкусно. Вот я Никитке вот так делаю. В микровейе отварить пару минут. И очень вкусно. Сама люблю с удовольствием. Или мы их еще жарим на этом, на костре. А вот и рыба моя готова. Сейчас покажу, что получилось. Так вот, смотрите, что у меня получилось. Вот такая вот вкуснятина, рыба. Вообще наивкуснейшая. Так что советую. Ну это для тех, конечно, кто в Америке живет. Очень вкусно, все полезно, свежо. Вот такая вот вкуснятина. Конечно, она очень вкусная, когда свежая. Ну у нас она бывает там два-три дня, да, стоит. Если первый день самая вкусная. Слушайте, что вот это очень классная капуста. Если хотите вкусный салат покушать. Eat Smart. Вкусная еда, да. Sweet kale. Короче, здесь несколько наименований капусты. Заправка вкусная. Семечки. Там тыквенные, семена какие-то. Очень вообще такая вкуснятина. Вот советую. Seven Superfoods. Погодка, да? Сейчас хорошо, да? Да. Не жарко. Уже опять солнце зашло. Слушайте, у нас это, да, не видно на видео. Улетела к соседям. Так классно. Это бабочка Махагон желтая. Все время летает. У меня такое ощущение, что она одна. Или они поодиночке всегда. Летает уже несколько недель. К нам, к соседям. Потом в парк иду гулять. Она там летает. Персики на подходе. А я поехала за кефиром. Сейчас вам тоже покажу, где беру, какой беру. И за лекарством. Желудок продолжает болеть. О, какие у него волосы. Красивые. Вообще у африканцев такие красивые прически. Мне так нравятся. Сейчас они еще заплетают вот эти косички. Что мужчины, что женщины. Так называется этот магазин. Он, конечно, мной не посещаем этот магазин абсолютно. Но я приехала в аптеку. Я вообще не знаю, как выживают эти магазины. Здесь людей вот никогда нет. Раз, два и все. Я общелся. Здесь такая плаза рядом. Там и трейдер джоз. И различные другие там магазины. Единственное вот в аптеку. И то даже в эту аптеку я очень редко хожу. У меня своя аптека. Но здесь видите, которые в свободной продаже лекарства можно купить. Вот мне... Сейчас я найду этот Pepto-Bismol. Покажу вам. Так, вот нашла. Смотрите. Pepto-Kids. А, ну это для детей есть. И все, что ли? Только для детей? А где для взрослых? А, вот видите, целая полка. Там именно для детей все было. Вот он есть в жидком виде. Допустим, вот такая вот бутылочка стоит вот 6 долларов. Я в это в Мексике заболела. И покупали мы там в аптеке, в этой гостинице. 10 долларов. Вот такая вот даже меньше бутылочка. Да, еще меньше. И то просроченная. Представляете, мексиканцы, что продают американцам. Они заклеили там специально где-то срок годности. Есть вот таблетки. И вот я думаю, то ли это... А, есть, смотрите, есть жевательные, они быстрее. А вот эти я не видела. Есть просто таблетка, которую глотать, да, получается. Она, конечно, гадость редкостная. Но что делать? Ну, помогает хорошо, знаете, когда желудок болит. Так, он от нескольких симптомов. Когда желудок болит, расстройство, знаете, там, тошнота даже. И модиум есть. Вот у нас тоже, я помню, мы использовали. Я даже с собой сюда привозила. Так обрадовалась, что он здесь есть. Но его как-то уже давно не пользовалась им. Так, Миралакс. Тоже хорошая штука. Никитке постоянно даю. Очень это хорошо для смягчения, там, стула. Поэтому не будет, знаете, проблем таких особых. Это порошок, в воде разводишь, с соком. Очень классная штука. Слушайте, после дождя на улице прям такое испарение. Жара такая. Ну что, купила вот эти таблеточки, да. Вот так они выглядят, смотрите. Вот американские лекарства. Ха-ха-ха. Так, хочу попробовать. Я еще ни разу не пробовала. Именно тут еще со вкусом она черешни. Я обычно пила, ну вот я говорила уже, этот сироп. Сироп ужасный. Кстати, таблеточки ничего. Даже, кстати, очень так на вкус приятные. Тут написано разжевывать или рассасывать. Вот так. Что-то про воду непонятно. Запивать? Ну, запивать. Ну, она запьет, а она как-то это... Еще осталась вся таблетка на зубах. Вот такие вот американские лекарства. Посмотрим, как поможет. Нет? Что-то живот болит, боюсь. У меня как-то было год назад такой был приступ. Или, нет, два года назад. Даже в emergency ночью пришлось меня вести. У меня такие боли. Я вот так по полу каталась. Вообще не могла разогнуться. Мы туда приехали. Они мне делали там какое-то наркотическое обезболивающее. А иначе... А иначе нам удачи не видать. Вот так вот. Так. И приехала я в Треддер Джоз. Это рядом. Вот только что там я была. В аптеке. И тут одну минутку буквально ехать. А мне нужно купить кефир. Так что буду сегодня весь день кефирчик пить. Здесь... Даже йогурт покушала. И после йогурта все равно болит. Желудок. Опять лаванды. 4 доллара. Так пахнет лавандой. Так вкусно. Кстати, вот это Треддер Джоз. Здесь очень дешевые цветы. Из всех магазинов. По крайней мере у нас в Пакене. И самые дешевые орхидеи. Если хотите орхидею купить, только Треддер Джоз. Какие красивые. Бананчики надо взять. Вот 19 центов одна штука. Здесь много таких хороших продуктов. Очень рада, что открылся у нас этот магазин. Его раньше не было. Много таких интересных новых продуктов каких-то. Здесь открыла именно для себя и качество. Сметана здесь очень вкусная. Я, знаете, вообще хочу сделать видео, что покупать Треддер Джоз. Ну, не знаю. Может быть, как-нибудь. Так, я беру. Вот, смотрите. Так, это кефир. Козий. Есть козье молоко. Кефир дороже молока. Классный такой кефир. Вот, если хотите попробовать, попробуйте именно здесь. Буду сегодня кефирчиком баловаться. Недавно. Вообще недавно. Только на пару месяцев как для себя открыла. Вижу там молоко. А, вот это шоколадное молоко тоже очень вкусное. Никита любит. Кейда, ну, тоже беру иногда маленькое. Вот, утром очень удобно. Там с булочкой. Раз, ребенок поел. Здесь есть это органическое молоко. Всякое. Смотрите, простое молоко 2,99. А вот это вот органик. 5,69. Так, все, пойду домой. Буду сегодня лечиться. Не знаю, буду ли еще что-нибудь снимать. Но нужно лечиться. Если что, я с вами прощаюсь. Кстати, еще хочу вам показать камбучу, про которую я вам говорила. Вот видите, камбуча стоит, кстати, недешево. 3 доллара. Вот такая маленькая бутылочка. Вот такое вот разнообразие. Так, а это, ох ты, мне нужен как раз уксус. Здесь есть уксус тоже органический, яблочный. И цена такая доступная. Часто очень пью, помогает мне, когда болит живот, уксус. Но сегодня выпила. Если он не помог, значит уже не поможет. Такое тоже случается. Но в основном всегда помогал. Наверное, сегодня у меня сильное такое отравление. Так, добрала тут еще кое-чего. Слушайте, вот это детский шоколад Gummy Beers. Детям возьмите, не пожалеете. Такая вкуснятина вообще. Никитка открыл для себя. Даже и я тоже, и маме понравилось. Кейдену надо, не знаю, понравится, нет. Сейчас кассир у меня все расспросил. Как дела, и какие у меня планы, и чем я занималась, и чем я буду сегодня заниматься. Пропускаю их. А то я тут болтаю. Вот видите, такая машина. Карда приезжает за деньгами. Такая машина там. Пули непробиваемые. Один всегда сидит в машине, а другой заходит за деньгами. Видите, как удобно. Раз села на машину, приехала, живот болит. Разве я бы смогла где-то вот так вот там сама. Это я, знаете, к чему говорю. Что-то в последнее время постоянно мне стали писать о том, что вы забыли в этой Америке, живете там, что туда вообще, что хорошего. Удобство. Я же в последнее видео вам и говорю. Удобство и комфорт. Да, одно из главных. Хотя я раньше об этом не думала, не знала, что у меня будет удобство и комфорт в Америке. Но вот так вот получилось. Теперь, конечно, я это очень ценю, что у меня удобство и комфорт. Разве там бы я смогла? Во-первых, там бы я машину никогда не водила. У меня бы в жизни в Киргизии не было машины. Я бы никогда не научилась. И вот так заболея я, нужно обязательно кого-то просить, да, куда-то, чтобы кто-то тебе купил лекарства. Разве бы вот так по маршруткам я наездилась? Тут я на машину села, да, пожалуйста. Даже я больная, я могу сама себя обеспечить. Я даже больная ездила в эти, в emergency room, когда некому отвезти. И сам садишься, едешь. Так что вот удобство, удобство. Что еще могу сказать? Подъехала к дому. Смотрите, возле дома. Какой парк у нас, какая красота, в какой красоте мы живем. Вон там водяной есть парк, детская площадка. И вокруг парка вот здесь я день изо дня нарезаю, так скажем, круги. Гуляем. Все так зелено, облагорожено. Все аккуратненько. Что еще человеку от жизни надо, да? Чтобы был в доме порядок, чистота. И чтобы вокруг тебя, твой район, город, все было более-менее достойно. Ой, все, приехала домой. Вроде, знаете, эти две таблетки уже сживала. Вроде чуть-чуть получше стало. Ну, посмотрим. Еще полностью не проходит желудок. Последние комментарии также пишут, чтобы я там смотрела этого блогера Назаревича. Назаревича я не смотрю, он мне не интересен его смотреть. Так, в общем-то, посмотрела, о чем идет речь и все. Знаете, мне это не нужно, так как я живу на территории Америки. Это интересно тем, кто там живет. Как бы меня вот такой не интересует. Поэтому не нужно мне предлагать его смотреть. Я сама знаю, кого мне посмотреть. А, также еще, да, написали, что где правда. Назаревич рассказывает одно, а ты показываешь совсем другое. Типа, что все так хорошо. Ну, что хочу сказать. У меня, во-первых, тысяча видео на канале. И, наверное, не во всех видео было все прям так хорошо. Какие-то минусы тоже я иногда на этом концентрирую. Но жизнь, да, я там, он что-то там рассказывает, в общем, об Америке. И это очень интересно сейчас. Обмусоливать вот это все, да, интригу создавать. И тогда тебя будут смотреть, когда ты порочишь кого-то или чего-то там, страну или человека. Как бы у меня такой, в принципе, обыденный, обыденная жизнь простая. И я показываю свою жизнь, да. И у меня, конечно, есть и плохое, и хорошее. Ну, на видео как-то стараешься хорошее показывать. Ну, ладно, как будет что-то плохое, я вам обязательно расскажу. Обязательно. Ладно, все, всем пока. И уже увидимся, наверное, точно в следующем видео уже. На сегодня закончу этот влог, слишком долгий. Ну, не знаю, посмотрим, как вам такая интересна подача влогов. Ладно, все, всем пока. Дай ему эту игрушку. Дай ему эту игрушку. Я приехала, уже сижу здесь целый час. Уже всех пропустила перед собой. Не знаю, что-то меня пока не вызывают. Так, уже почти два часа. Да, я где-то в два ночи приехала. Вот уже без пятнадцати четыре. В emergency room только завели. Еще пока ничего не делали. Лежу тут как в санатории. Такой браслетик мне одели, оранжевый. Чтобы не потерялась. Так, уже время пять утра. Я в два приехала, уже три часа здесь. Ну, еще ничего неизвестного. Только кровь взяли.